Катя, расскажи о конкурсе, как это было, сколько работ, как вообще удалось стать лучшим в номинации телепроекта. Ух, конкурс, конечно, был очень интересный. Вообще неожиданно, то, что мы победили, нам пришло по почте сообщение о том, что вот, поздравляем, мы победили на конкурсе «Многоликая Россия». Мы отдавали еще летом заявки, отдавали на три программы, это Горный район, Усть-Алданский и Усть-Майский. И были приятно удивлены, конечно же, сразу стали собирать чемоданы, ехать в Татарстан, представлять Якутию на таком большом конкурсе. Отдельное спасибо, наверное, членам жюри, потому что они отсмотрели 2200 работ, поступило со всей России. Это 56 регионов. Было всего шесть номинаций. Вот мы одержали победу в номинации «Лучший телепроект» с циклом «Передача от мороженого». Также там рассматривались и печатные СМИ, интернет-издания, то есть и сюжеты. И конкуренция была большая, и представлена действительно была вся Россия. Мы смогли даже пообщаться с участниками из Хабаровска, из Иркутской области. Было здорово. Ну вот именно в данной номинации «Лучший телепроект» много было претендентов? Нам, к сожалению, не говорили, сколько по номинациям было. Но то, что каждый член жюри отсмотрел все работы, и очень приятно было, когда мы в первый день приехали, у нас была творческая мастерская. Все победители собрались вместе с членами жюри, и они отмечали каждую работу. То есть мы смотрели работы всех участников, и потом обсуждали. То есть вот я говорила от своего имени, сколько сил, энергии мы потратили, чтобы рассказать о том, какая у нас интересная и красивая Якутия. И они отметили нашу работу, сказали, что очень интересная подача, и что они в Татарстане хотели бы иметь такой же аналог. То есть да, можно сказать, они так слегка пригласили нас на работу в Татарстан. Но им не повезло, Екатерина Карпуфина живет в нашей республике. Нет, пока мы 34 района не объездим, никуда за пределы Якутии не уедем. Притом наша Якутия еще богата таким особенным климатом. Александр Ильич, ну вот почему все-таки вот эти два телепроекта, отмороженные, охота и рыбалка Якутии, они популярны не только в нашей республике, а также привлекают еще и туриста, даже может быть и иностранного туриста. Да, эти два проекта, они показывают нашу необъятную, родную, красивую Якутию с разных сторон. Проект «Отмороженное» – это такой туристический потенциал нашей Якутии. Охота и рыбалка – это потенциал для въездного туризма, любителей охоты, любителей рыбалки. И, естественно, вот объединяет эти два проекта – это наша природа. Она вообще несравнима, неповторима и замечательна, конечно. И те, кто смотрит наши передачи, они все отмечают, что у нас в Якутии очень красивая природа. Поэтому эти два проекта, проекта компании ГУП «Технический центр» и телевизор «Девещание», они все же вносят большой вклад в создание имиджа Якутии.